Коронавирусные войны все больше набирают охват и делят людей на два лагеря, на антиваксеров и на тех, кто не против прививки, ну и на тех, кому просто похер, но их заставят или не заставят, хотя захотят жрать в рестиках, сами прибегут за прививку. Ну так вот, я думаю, сегодняшний выпуск нужно начать вот с этого милейшего, лютейшего видеопиздеца от Малышевой, которая поможет вам принять правильное решение, если вы еще не определились, что делать. Субтитры сделал DimaTorzok Господа, всем привет! Вы на канале Свежак. С вами, как всегда, Чернокнижный с интересным обзором последних новостей России и мира. Не забудь поставить лайк, треснуть колокол, чтобы не пропускать самые горячие новости, которые еще впереди. Искусственный интеллект Искусственный интеллект стали привлекать к внесению судебных решений в России. Об этом рассказал председатель Совета Судей РФ Виктор Мамотов. В этом году в Белгородской области запустили пилотный проект. Трем участкам мировых судей подключили искусственный интеллект для подготовки судебных приказов по взысканию налоговых задолженностей, рассказал Мамотов. Ну, конечно. Давайте, блядь, теперь за задолжниками еще и в России роботы начнут гоняться. Охуевно. По его словам, искусственный интеллект не выносит сам судебный приказ, только готовит документы и проверяет реквизиты, чтобы сэкономить время судей. Искусственный интеллект занимается взысканием трех видов налогов. Значит, имущественный, транспортный и земельный. Ну, значит, что? Экономить время судеб, это, конечно, хорошо. Устают, а надо бы все-таки судеб-то решение выносить на свежую голову. Главное, чтобы этот искусственный интеллект не оказался тем, который был вшит в дрон почты России. Описал Дугу и врезался в стену жилого дома, напугав случайных прохожих. Там тоже вроде его хотели бы на благие дела пустить. Или чего хуже, этот искусственный интеллект не оказался бы роботом Борисом, который вовсе-то и не робот. Помните эту историю с роботом Борисом? В самом же деле робот оказался переодетым человеком. В сети даже провели мини-расследование, чтобы доказать, что робот не настоящий. В сюжете телеканала у чудо-техники засветилась шея. Разгадка находится быстро, если загуглить поисковый запрос костюм робота. Костюм робот Алеши очень похож на робота Бориса. Позже телеканал удалился своего канала в Ютубе программу, где был сюжет о роботе. А МБМ-медиа опубликовала фотографии подготовки робота к театральным представлениям. А то, получается, вся концепция рушится. Или помните робота Федора? Так он так и не смог состыковаться с МКС. Хотя там его робот Артем заменил. Последний, говорят, на кнопки умеет нажимать. Короче, рановато, я думаю, роботов нам в суды внедрять. Хотя задумка, в принципе, неплохая. Как пишут ведомости, правительство обсуждает повышение налогов на 400 миллиардов. Деньги требуются на новые стратегические инициативы. Так называемая донастройка налоговой системы. Нужно не забыть поволчих. Которая должна приносить бюджет дополнительно 400 ярдов ежегодно. Значит, более 100 миллиардов рублей должно приносить повышение налога на добычу полезных искомпаемых. Н, Д, П, И. Или металлургические отрасли. У них денег до хера, короче, справятся. Около 90 миллиардов сгенерирует корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход, НДД, для нефтяной отрасли. Я думаю, тоже справятся. Они там все формы стусят. Нормально. Еще примерно 100 миллиардов обеспечит совершенствование системы уплаток акцизов. В нее может войти, в частности, либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов. Речь идет, прежде всего, о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках. Дружище, ты правильно понял. На алкашку скоро снова взлетят цены. Эх, зря я, конечно, от деда самогоноварение не перенял. Ладно. Остальные деньги, также около 100 миллиардов, принесет донастройка налогообложение состоятельных физлиц и другие меры. Вот фраза налогообложения состоятельных физлиц, это уже серьезное заявление. Ведь если ты можешь себе позволить купить гречку и яйца, то ты вполне можешь считать себя состоятельным физлицом. И новые налоги точно тебя не обойдут стороной. Так что заплати налоги и спи спокойно. Пропало желание? Это нервное. Заплати налоги и живи спокойно. Налоговая полиция. Начальник банковского отдела уволился с работы, чтобы исполнять шансон в тиктоке. Значит, Александр Конев, человек удивительной судьбы, большого фарта, а теперь еще и короноварный тиктокер. Раньше мужчина рулил отделом в банке, но заболел ковидом и переосмыслил свои жизненные ценности. Открыл китайское приложение, запилил видос под песню группы «Бутырка». И собрал пять лямов просмотров. Дальше больше. По совету сына попробовал спеть сам. Не знавшие блатной романтики визеры стали пачками подписываться на блогера Шансонье. Теперь Александр записал альбом «Новая жизнь». Привет из Кемерово. Специально для тех, кто пишет в комментариях, что я пою не своим голосом. Ответочка. Дождь со снегом, снег с дождем, ждет меня родная. Дождь со снегом, снег с дождем, мыслями я с вами. И колесит с гастролями по регионам. Пока что собирает от 70 до 90 человек, но мечтает о больших столичных площадках. Правда, дорога к мечте отнимает слишком много времени, зато не разменена жизнь. Не забудь поставить лайк, треснуть в колокол, подписаться. До новых встреч.